Даже во время разминки перед выходом на ринг юные боксеры, не жалея силы, молотили по лапам, надеты на руки тренера. Готовились к боям серьезно. Вряд ли ошибусь, если предположу, что каждый из более чем 170 участников первенства рассчитывает на удачное выступление. Уровень всех спортсменов, приехавших в Анапу, достаточно серьезный. Первенство открылось парадом участников, которых приветствовали именитые гости. Представители администрации курорта, депутаты, ветераны бокса, руководство краевой и муниципальной федерации бокса. От имени Министерства физической и культуры и спорта Краснодарского края приветствуем вас в нашем гостеприимном крае. И хочется всем участникам пожелать, верьте в себя, в свои силы, верьте своим тренерам, в достойной вам коридоре. В первую очередь хочу поблагодарить организаторов, руководство федерации бокса Анапы, это партнеров, друзей, всех тех, кому не безразличен наш любимый вид спорта, за отличную организацию, пропаганду нашего мероприятия и вида спорта. Соответственно, спортсменам хочу пожелать хорошо выступить. После представления судейской коллегии начались бои за ходом, поединков, на ринге внимательно следили многие известные специалисты и тренеры. А посмотреть было на что, некоторые из ребят демонстрировали не по возрасту зрелый бокс. Как вы понимаете, это ЮФО, Южно-федеральный округ. Есть лучшие в Южном федеральном округе, включая Крым и Севастополь. Соответственно, все, кто выигрывает здесь, первые, они попадают на Россию. В чемпионат России. 177 участников, 40 из них девочек, женщин и 133 юноши. Каждое соревнование ЮФО, я вам скажу, что это лучший из лучших приезжает с Южного федерального округа. Эти соревнования прежде всего знакомство с подрастающим поколением. Ведь из ребят этого возраста вырастают будущие чемпионы. Все-таки сильнейшие спортсмены Южного федерального округа прибыли к нам в город. И у нас проходили как и чемпионат, первенство, я имею в виду Краснодарского края. То есть, федерация Краснодарского края по боксу выбирает наш город, эту площадку, я имею в виду спортивную. Я думаю, не просто потому, что у нас действительно очень хорошие условия. Хороший спортивный зал в данном случае. И есть места проживания. То есть, вот это вот соотношение качества спортивного зала, качества проживания имеет большое значение для проведения столь статус на соревнованиях. И это не только как в боксе. У нас действительно город у нас пользуется нашим географическим расположением. И близость моря, и круглый год к нам стремятся попасть на территорию для проведения различных соревнований. Соревнования продолжатся до 2 февраля.